Насколько сильно нравится людям то, что делает сейчас Путин с замминистром Шойгу, с этим Тимуром Ивановым? Потому что как-то так внезапно он всплыл, и не каждый день такие новости из России услышишь. Как вы думаете, какая вообще реакция? Возможно, вы уже успели отследить, что пишут люди. Вы знаете, это очень интересный вопрос, очень интересная ситуация, потому что, в принципе, я не встретила ни одного сочувствующего, собственно, Тимуру Иванову. И, конечно, самая большая реакция вообще на самом деле – люди ржут, потому что там еще есть подробности какого-то совершенно леопардового гламура, подробности личной жизни, что, оказывается, есть две женщины. Одна из них пропагандистская, которая профессионально переходит одного замминистра обороны к другому, и каждый на них женится. Они как-то меняются между собой, переходящие красные знамя, уходят вместе с совместными детьми и имуществом, зато к другому приходит другая с совместными детьми и имуществом. И вот эти особняки в центре Москвы, которые записаны на шофера Стасика, какая-то абсолютно такая феерия, нелепая, смешная феерия. Вы знаете, мне кажется, даже золотой батон, все-таки знаменитый украинский золотой батон – померк. Померк по сравнению с этим шквалом дворянского гнезда, они еще сам называются дворянское гнездо. Господи, ростовые куклы с медведями. Эти жены в платках цветастых, которых невозможно отличить одну от другую. При этом одна из жен, которую зовут Мария Китаева, пропагандистка, она, так сказать, потомственная, как бы сказать, что она же жена уже Тимура Иванова, она потомственная, трофейная жена. Поскольку ее мама Нина Китаева, она в свое время была любовницей Рейсина, что широко известно. То есть это мэрия Москвы и все такое. Какие потомственные девушки вместе с замминистрами обороны. И все это на первый смех у народа вызывает дикое раздражение. Дичайшее раздражение. Потому что сначала посмеялись, а потом, собственно, какого фига вообще все это существовало. Пока наши мужья, братья, отцы кровь на родину проливают, на колчаковских фрагментах ранятые. Это ровно абсолютно утесов. С одесского кичмана сорвались два уркана. Они же там пируются, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьев. Это вот ровно вот это. Ровно вот это. Знают они утесов, не знают, но в головах у них это вот ровно это. Зет-паблики разозлены. Просто разозлены, что это вообще могло быть. Они что, были не в курсе, что коррупция процветает в Министерстве обороны? Все-таки, мне кажется, до конца не верили. До конца не верили. Всегда нужно было сказать, что команда Навального, как обычно, вы все врете. А тут это все подтвердилось. И всплывают все больше и больше факты. И это действительно уровень замминистра обороны. Вот что творится в армии. Политологи, вообще вот те, кто не смотрят на блестки, многочисленные сопровождающие это дело, на блестки перья, они видят другую очень важную вещь. Что все это произошло накануне инаугурации Путина, 7 мая она. А после инаугурации, как известно, Путин собирается менять правительство. И меняется ли министр обороны Шойгу или не меняется, мы этого не знаем. Я думаю, что Путин сам до конца не решил. Но то, что это ему сигнал, кстати говоря, не один. Это уже точно. Потому что параллельно с этой феерией замминистрами обороны произошли еще аресты в правительстве Московской области. Там арестовали таких значительно более мелких чиновников. Ну, там по здравоохранению, ремонту больниц, там туда-сюда. Там тоже взятки, казнократство и так далее. Но везде взятки, казнократство. А что арестовывают-то? Везде так. А что случилось? А дело в том, что глава Московской области, Воробьев, кубертор Воробьев, сын многолетнего друга, партнера, а самое главное, заместителя, опять заместителя, Шойгу по Министерству чрезвычайных ситуаций и, собственно, Эдуарда Воробьева. А сам Воробьев заместил Шойгу тогда, когда он из губернатора в Московской области, был такой период в его жизни, возглавил Министерство обороны. На его место сел Воробьев-сын. То есть эта семья очень тесно связана с Шойгу и с Министерством обороны. И вот вдруг именно у него, а у никакого другого губернатора, например, Оренбургская область или Курганская область, у которого радиоактивные утечки, именно почему-то в Московской области, где всегда можно было воровать, вдруг тоже происходят аресты, непосредственно связанные с Шойгу. И это очень любопытно. Возможно, готовится отставка Шойгу. Возможно, готовится не просто отставка Шойгу. Ведь это еще и совпало с выделением Конгресса США в конце концов долгожданной помощи Украине. Это произошло буквально на следующий день. Кто-то должен быть теперь виноват в возможном поражении России на фронтах. Так, так, так. Кто же это мог бы быть? Не Путин же, да? Не Путин. Точно, точно. Шойгу, у которого все украли. Точно. Мне кажется, еще и такая подготовка идет. Кстати, очень интересная версия. Действительно, и была одна из версий, что таким образом они хотели как раз отвернуть внимание от этой новости о Конгрессе США. Но вот по поводу поражения мне все-таки больше нравится. Но вы думаете, что таким образом хотят убрать все-таки Шойгу? Или это чтобы убрать Шойгу, чтобы он там не был условно преемником Путина? И чтобы одновременно оседлать вот эти финансовые потоки? То есть убрать, не убрать Шойгу – дело десятое. Главное, чтобы всегда был такой большой, а главное публичный конверт, в котором все знают, что написано. Виноват Шойгу. Ну, да. Виноват Шойгу. Ну, это как в старой байке про три конверта, когда один секретарь ЦК КПСС уходит на пенсию, в отставку, в изгнание и дает следующему три конверта. Говорит, когда первый раз будет плохо, скрывай первый конверт. Когда второй раз будет плохо, второй конверт. Третий, значит, третий. И вот стало плохо, первый кризис, скрывает конверт, там написано, так, вали все на меня. Тот валит все на предшественников, все такое. Опять не то. Говорит, всрывай следующий конверт, скрывай, там, вали на неурожай, саранчу, мировой империализм, смежники подвели. Третий раз опять плохо. Скрывает конверт, там написано, готовь три конверта. И вот, собственно, все знают, что написано в этом конверте у Шойгу. Там, собственно, написано сейчас, готовь три конверта. Но пустят ли это Путин в ход или не пустят, пока непонятно. Давайте так, все-таки, знаете, на этой неделе, которая заканчивается, эта неделя очень необычная. Очень необычная. Потому что, по крайней мере, россияне, я думаю, что, я думаю, что украинцы тоже. Мы очень долго ждали все хоть каких-то позитивных новостей. Мы ждали месяцами. Я не помню, когда была последняя хорошая новость. Вот перед тем, как мы получили новость о одобрении помощи Украине Конгрессом США. Ну, я вот не помню перед этим, какая была хорошая новость. Все плохие. Вот не помню. А тут вдруг, да, в воскресенье Конгресс США одобряет помощь Украине. И тут в России начинается веселье. Арест за арестом. Значит, этот Тимур Иванов. И вообще, как-то, вот вдруг пошли хорошие новости. Парламент Совета Европы, Европарламент одобрил резолюцию по Путину не признавать его президентом. В общем, как-то, вот вдруг, каждый день стали приходить на фоне ужаса, на фоне удлящегося кошмара, несправедливых приговоров, чудовищных преследований. Вдруг начали проклевываться такие очень мощные роски. Такие вот мощные, знаете, как спаржа прет из земли, да? Вдруг мощный росток. Вдруг появляются хорошие новости. Ты думаешь, чёрт, слушайте, а может, правда, заканчивается чёрная полоса-то? Может, правда? И когда ты думаешь, что, может быть, заканчивается чёрная полоса, а чем нам может закончиться чёрная полоса? Конечно, победа Украины, да? В которой многие уже разуверились думать об этом. Украина, может ли она сейчас надрать хвост Путину? Да вроде может. Вроде уже может. Но Путин же тоже так, в общем-то, об этом думает. Ему, наверное, неважно, как она будет на самом деле. Он преподнесёт это всё народу, как свой хитрый ход, да, и свою гениальную мудрость, что это так было задумано. Знаете, у меня кошка есть очень неловкая. Я такой неловкой кошки никогда в жизни не видела. Она любимая, но она неловкая, неуклюжая кошка. Так бывает. У неё всё нормально. Все четыре лапы на месте. Просто она вот такая. Немецкая кошка такая, вот такая Гретхен. И она, когда куда-нибудь неудачно прыгает, она прыгает всегда неудачно. Она потом с гордостью поворачивается и так, видала, как я умею, да? Ты видела? Никто так не может, как я. Но она же не видела других кошек. Вот мне кажется, вот Путин, он точно в таком же, он точно так же умеет делать. Вот он, извините, просите, ради бога, обострётся, потом поворачивается ко всем и говорит, посмотрите, фиалками пахнут. Вы видите, да? Но вы же чувствуете. Говорит, да, конечно, фиалки. А что ты скажешь? Всё-таки, если возвращаясь к этому Иванову, если он коррупционер, то будут ли и дальше посадки в этом министерстве условно? Ну и мы вот показывали дом, в котором он жил за миллиард, а сейчас он сидит в Лефортово. Там такие же условия, как в его доме? Ну, вы знаете, было сразу заметно, что его бросили все. Это вот сразу было очевидно. Хотя бы потому, что он стоял на аресте в суде в аквариуме, в стеклянной клетке, в стеклянном кубе, и он был в генеральской форме. То есть его там взяли с работы в генеральской форме. То есть не допустили адвокатов с вещами переодеться. Обычно это делается. Ну, пустите человеку переодеться. И вряд ли он сам на этом настаивал. Очень сильно вряд ли. Ну, как-то не принято. И то, что он бодро потом отрапортовал в Лефортово в карантинной камере, Лефортово на самом деле подтверждает версию, что может быть у него будет не только хищение, не только взятки, а еще будет измена родине. Если бы этого не было, была бы другая тюрьма, был бы Крыловский централ, 9-9-1, Матросская тишина. А это Лефортово. Да, там сидели и сидят люди, например, братья Магомедовы, которые очень серьезные пассажиры, то, что называется. Но у них, тем не менее, не было госизмены. Или министр без портфеля Медведевского правительства Михаил Абызов. У него тоже нет измены, только очень-очень крупные хищения. Но все-таки, в отличие от тех же братьев Магомедова или кого-то еще, замминистра обороны это мощный носитель гостайны. Мощный носитель гостайны. И, возможно, из-за этого Лефортова. Сидеть он будет, конечно, плохо, особенно если учесть его статус. То есть статус человека, которого никто не любит. На котором принято смеяться сейчас. То есть никакого сочувствия ни у кого он не вызовет. Он уже рассказал общественному дельтинговому комиссию, то есть таким назначенным общественникам, что у него ужин был рыбный комплект. Рыбный комплект — это обычно жареная или вареная селедка. Она же рыбомогила. Начинает привыкать к тюремной пище. Я не знаю, сколько у него осталось подручных, чтобы приносить ему передачки. Я сомневаюсь, что это будут делать жены. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Потому что, по крайней мере, одна жена, которая поумнее, которая специализируется на богатых мужиках, она вообще пропала. И правильно сделала, потому что на ней бизнес. На ней записан оборудованный бизнес. И если она появится, я думаю, она будет арестована. Она это понимает. А та вторая, которая поглупее, которая пропагандистка, она, собственно, будучи потомственной содержанкой, и она вряд ли будет содержать кого-то сама. Она просто будет искать себе или осознать и вернется к предыдущему замминистра обороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин